День начался не очень, дома вывели мозги, зато на улице солнечно и все тает, хорошо. Вход включается в цех, но мы тогда не сможем. А как это не можем? Нам же надо разок. Путь? Нет, заставили, цех. Ждем же. Камера выключилась в случайном, дальше не включил. Короче, куда мы ездили, Санюк? Мы ездили смотреть помещение под новый швейный цех. А чем тебе старые не нравятся? Ну, если его чуть-чуть раскукожить вширь, раз в 10, чтобы он был 3000 квадратов, то в принципе помещение хорошее. Нашить негде. В общем, мало, как обычно мало. Сколько старых шефонов? Тем более я сказал, что надо нагибать Nike, так что... Ну, понятно. Старые 300, новые 2760. А вот и что мы сейчас сделаем? Вернее, что ты сейчас делаешь? Я пытаюсь в данный момент быть ксероксом, перерисовать точную копию. И как-то что-то расположить, понять, подходит нам. Короче, да, мы выросли из своих старых объемов. Не обмещается у нас все наше оборудование, хотим расширяться. И берем сразу запасы, ищем новое помещение. И, собственно, будем завозиться, заходиться, заезжаться. И все у нас будет хорошо. И будем точно уже нагибать Nike. Пока нагибаем только... Кого мы все нагибаем? Все. С какой-нибудь самую маленькую стрёмную фирму. Сегодня отдадут мне машинку мою. Дадут покататься. Ну... И поеду с отделом продаж разбираться. Бля, просто как же это охуительно. Это тот случай, когда у машины есть душа. А, быть может, это моя душа здесь осталась. Прям, блядь, кайфанул. Ну, я не знаю, как будто в какую-то свою молодость. Бизнес и молодость свою окунулся. Когда еще и было все такое более беззаботное. Два года назад. Когда вот этого еще нахуй ничего не было. Мы только собирались. Вот это все начали мы делать за 3 месяца до того, как я продал эту тачку. На эти же средства с проданной тачки. А, блядь. Все как-то было проще, легче, беззаботней, что ли. Но не сказать, что прям хочется вернуться. Просто по-другому было. Да. Я не знаю, правильно ли в нынешнюю жизнь тащить что-то из прошлого вот эту машину. Не случится ли что-то такое плохое? Или, наоборот, может случиться что-то хорошее в связи с этим, что что-то лучшее из прошлого смешается с лучшим из того, что есть сейчас. Или, может, мой какой-то бывший прошлый задор появится и что-то сейчас сделает. Что-то новое, серьезное, сильное. Ох, блядь. И музыка просто охуительная. Это вот есть музыка радио, блядь. Вот просто есть та музыка, которую просто можно слушать как радио. Ее не хочется громко включать, от нее очень быстро устаешь и не кайфуешь. А есть другая музыка, которая заебись играет, которую хочется делать громче, громче, громче и от нее не устаешь. Вот реально. Причем, мне без разницы, это боссы или четыре колонки в моем Hyundai Creta. Все вот туда, даже Харман Кордон. Все это хочется слушать, ну, очень легко, как бы, не громко. Включаешь, ну, просто полминуты и понимаешь, что заебало. Здесь просто, ааа, блядь, прям, блядь, все, сука, сердце аж трясется. Охуенно. Ну, ладно, то есть надо работать, сука. Рассказывай, как прошел твой день? Прошел довольно благотворно. Сегодня отдел продаж у нас впервые начал звонить. Все побороли свои страхи, вот. А Петр сегодня у нас хорошо урыл. Присажи про Петра. Про Петра. Петр – это человек, который увидел мой предыдущий блог, вторую часть. Он увидел, что затою отдел продаж, и он предложил свои услуги бесплатно. Вот. Пришел, сказал, вот я покажу, что я могу. И начал формировать отдел продаж с нами. Сегодня, наверное, пятый день, как мы начали с ним. То есть мы начали сверху с определения миссии компании, кто мы, что мы. Дальше идет стратегическое планирование, выстраивание отдела продаж. Вот. Ну, в целом, хороший человек, имеет какие-то знания, очень близко к нам по духу, да, скажем так, похож на нас. Мы определили, что, чтобы компания через три года сделала миллиард оборотков в месяц, она должна каждый месяц расти на 12-13% по продажам. Поэтому нам надо на такое же количество растить наши объемы производств, и у нас будет занятость 3 тысячи человек минимум. Если всю франшизу Бунахай взять будет около 8-9 тысяч человек. В общем-таки интересно, как бы это все держишь в голове, потом бачь, посидели, попланировали, и реально получаешь какие-то цифры, на которые можешь ориентироваться. Вот. То есть, реально, казалось бы, сейчас, да, там, 10 тысяч, 15 тысяч вещей, и оказывается, каждый месяц приумножаться на 13% в росте, это, казалось бы, ну, вполне реальная цифра, то в роли можно через три года сделать миллиард рублей оборотку в месяц. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пой давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я лечу сейчас из Питера в Новосибирск, в свою родную деревушечку, Перцк, маме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будем открывать первый магазин Bonafide. Вот. Это открылся он 2-3 дня назад, и с первого дня стал рентабельным, то есть приносит пользу и бабки владельцу. Открылись мы рядом с Адидасом, Айком, Рибаком и Пумой. Будем паразитировать на них, они нам готовят трафик, а мы лишь его сожрем. Вот. В общем, попомните это слово, через полтора года будет тысяча магазинов в России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты боишься или бабки? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко. Чем больше боишься, значит ты стареешь. А ты стареешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда меня спрашивают, Вадик, что почитать, я говорю, 45 лет уроку менеджера. Примерно человек 50, наверное, уже прочитала, благодаря мне эту книгу. Да я сам до сих пор еще не прочитал. Я говорю, классная книга, обязательно надо. Пара Вадим и Аня меня поражают. Ну, в хорошем смысле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы даже не знаете, в каком райском аду мы живем, или адском раю. Ты самая лучшая, да? Жалко, что камеры сейчас не на них направлены. На самом деле они прям, знаете, няшные такие. Ну, в общем, вот, Железный рейтинг снимает серию о том, как выглядит моя жизнь, что мы делаем, и как это выглядит на самом деле. То есть, как думают многие, и как это выглядит в реалии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вау, вау, вау! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покажи все дождь. Эй-эй-эй! Этих классики. Мужики, вы че молчите? О-о-о-о-о-о-о-о! Дайте, кому поворачивать! Мужины пришли с девушками. Покажи бессуху, пожалуйста. О-о-о-о-о-о-о-о-о! Вот верхний рандосик, ну. Вот я. Оценить модели прямо, прямо, как они выглядят на багажный пёдр. Ой-ё-ё. Не порывай. А теперь все вместе выходим. Мы торжественно разрезаем ленту и ознамеваем начало и открытие новой эры. В сфере боди-фитнеса. Ура, товарищи! Ура! Вадим Бочеванов, секрет Никита. Бери на секрет. Давай, Вадим. У тебя получится. Я просил магазин, посмотрите, зайдите, хочу быть и подавайте всем в скидке. Что-то родившееся в России, да, сделанное в России, наконец-то сможет заявить о себе. Сначала в России, потом на странах СНГ, Европе, в Америке. То есть у нас задел на будущее такое. Не просто где-то что-то вот тяп-ляп. Мы хотим вот именно заявить о себе. И, ну, гордиться тем, что что-то делается в России, не шьется там в Китае, не завозится, перепродается. Здорово, меня зовут Тёма Тарасова. Сегодня у нас будет бой. Короче, школьник, школьник, студент. И еще пенсионер. Жестко будет жесть, будет мясо, будет фарш, кругом валяться. Я вам обещаю этот экшен, это будет кипиш полный. Вадим, дочь, Иванов, не даст соврать. Airline Sports Nutrition. Airline, Airline. Все, заходите ко мне на ММА. Вам хана. Пиздец вам. Я, придете на ринг, там всех захлопаю вообще. Короче, с предтрениками сильно нежестительно. Я, блядь, как ебнул в Чаву Павловну. И все, теперь, ММА кругом, бай-бай. Все, всех люблю. Почему ты меня не разбудил? Я боюсь получить пизды. Это страшное дело. Поэтому решил тебя не беспокоиться. Сейчас пойдем в Берск открывать франшизу. Пообщаемся с мамой. Это, собственно, и все. Надо железного рейтинга показать. Места силы. Это подъезд Вадима. Его дом. Это что еще раз у него? Это что за надписи? Ну, он какие-то себе жизненные установки тут писал. Я им все время говорю, Вадик, мы же покрасим. Ну, так все крашеное оно так и стоит. Он иногда, вот, последний раз приезжал, вот перечитывал садки. Мы находимся в комнате Вадима. Снимаем его установки, которые он когда-то себе записал. Награды Вадима. Эти обои он как-то поклеил сам для себя. Ты молодой Вадик. У него висела груша. Зато в школе... Я не сдаюсь и не стою на месте И буду продолжать, пока кожа по швам не треснет И глядя вокруг на тех, кто сильнее меня Всегда буду пытаться становиться сильнее себя И глядя вокруг на тех, кто сильнее себя Ты хавал 40 минут назад Так я много головы думал Тебе нравится моя тачка? Да, очень Потому что в ней будет много телок с такой тачкой Я не буду отвечать на камеру Смотри, универсал сделаю Прикольно? Я купила сегодня себе водку В целях профилактики после операции Но Вадик хочет ее выпить А Вадик спит, да? Да, Вадик спит А что как-то меня застать не может? Что? Как-то застать его не может Ну, потому что мы сегодня поздно вернулись с работы В смысле не поздно вернулись В смысле не поздно вернулись Девять с чем-то У нас же спит Двадцать, тридцать, что ли Вот Вадик сейчас будет пить водку Мы не знаем Что? Как ты до этого дошел? Ну, не знаю Четвертый день что-то немного уснуть Как-то разогнал свой мозг Только все, Аня выпил мне тоже нужно Какой счет? Ты счет мой Я с этими выпил меня просто, я не знаю Разнесет как кролик Я же не опытный Просто я надеюсь Никогда я не пробовала водку Горькая залупа какая-то стрёмная Даже не знаю, много это или мало Тут вроде отлично водку 40 градусов Я надеюсь, что немножко меня отпустите Немножко протирать лицо Немножко Попробую вытирать наши лак Показки Показки Аня Субтитры сделал DimaTorzok